Недавно новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пришедший на смену покойному Владимиру Жириновскому, выступил с лозунгом «Одна страна, один президент, одна победа». Этот лозунг напоминает германское из 30-х годов «Один народ, один рейх, один фюрер». Но все это, конечно же, мелочи и чистое совпадение. А до него председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, тоже заседающий в Госдуме, объявил в государственном телеэфире, дескать, 2 миллиона украинцев, 5% населения страны, неизлечимы, поэтому их надо истребить. Плакат «Фашизм не пройдет», признанный дискредитирующим российскую армию, это тоже всего лишь эксцесс исполнителя, конечно. Новым государственным символом стала половина свастики, досадное недоразумение. Государство выискивает национал-предателей? Ну так ведь граждан иноагентов всего лишь лишают гражданских прав, но еще не убивают пока. С первых дней своей военной авантюры Путин изо всех сил пытается сымитировать Великую Отечественную войну. Себя он хочет провозгласить новым победителем нацизма. Даже не постеснялся пойти на прямое оскорбление советских фронтовиков, мол, плохо они постарались, не довели до конца дела, били нацистов да не добили. Но ничего, потренировавшись на фанерном Рейхстаге в подмосковном парке «Патриот», наш главнокомандующий водрузит свое знамя победы. Правда, не так далеко, как в 45-м, над Киевом. Но что-то у нашего режима не задалось. Ему все хочется закосплеить СССР середины 40-х годов. А из него в виде всевозможных артефактов, мелочей или не мелочей, упорно лезут 30-е. И не всегда именно советские 30-е. Как у бедного героя-калеки из фильма Стэнли Кубрика. Он, может, и хочет крикнуть «Да здравствует президент!», А получается все равно Зигхайль. Когда началась война с Украиной, мы все поняли, что Путин смотрит на мир и командует войсками из своей собственной реальности, которая с нашей действительностью, вообще существующей в реальности действительностью, давно не пересекается. Когда же российские войска стали терпеть неудачу за неудачей, а с киевского направления и острова Змеиной пришлось отступать шагами доброй воли, казалось, что вот сейчас-то настоящий мир наконец проникнет в информационный пузырь президента. Но, похоже, Путин не прошибаем. Он все так же дает уроки истории и рассуждает об исторической памяти и исторической справедливости. Чем дольше идет эта война, тем с большим ужасом мы угадываем в заголовках новостей исторические параллели, которые хотелось бы развидеть. На прошлой неделе мы узнали много подробностей о том, что происходит с жителями Украины там, под туманом войны, и что происходит с российскими солдатами, которые больше не хотят там воевать. Human Rights Watch опубликовали доклады о фильтрационных лагерях на территории ЛДНР. Через них проходят жители Украины, которых российские военные принуждают переместиться в Россию. Мы узнали о новых свидетельствах жестоких допросов, избиений и даже изнасилований. В этих лагерях люди неделями живут под охраной в ужасных условиях. Живут, чтобы пройти унизительную процедуру фильтрации и оказаться в России, в которой многие предпочли бы не оказываться. Что это за фильтрация такая? Кого и от кого отфильтровывают? Военные и ФСБ ищут потенциальных шпионов, людей, сотрудничающих с ВСУ, сторонников украинской власти и антироссийски настроенных граждан. То есть сначала разбомбили людям дома, целые города и районы стерли с лица земли, у кого-то убили родных. Уехать на территорию Украины не дали, насильно перемещают людей в Россию и выспрашивают. Так, кто тут за Украину? А почему это вы Россию не любите? С чего бы? Почему Зеленского поддерживаете, а не Путина? Как вот эта вот фильтрация происходит? С многочасовыми допросами, проверками всех соцсетей, мессенджеров. Вдобавок у людей отбирают паспорта, собирают биометрические данные, раздевают догола в поисках нацистских татуировок. Так как нацистских татуировок, понятно, там ни у кого нет, приходится государственный герб Украины, который официально ни в каких списках экстремистской символики не значится, признавать нацистским символом. Воле у какого-то солдата или офицера он может быть таковым признан. Сколько людей прошло через фильтрацию, неизвестно. Украина дает оценку в 1 миллион 200 тысяч человек, из которых 240 тысяч дети. Столько, по украинским данным, незаконно перемещенных в Россию. Но неизвестно, какое количество украинцев фильтрацию, по мнению силовиков, провалили и что с ними дальше происходит. Как минимум, две сотни человек после неуспешного прохождения этой процедуры несколько недель держали на территории школы в ЛДНР почти без еды. Есть сообщения о том, что людей в прямом смысле интернируют в некие тюрьмы или их подобие на оккупированных территориях и удерживают там. Это все мирные жители, не военно-пленные, не участники боевых действий. Это просто те, кому не повезло жить в месте, которое Путин посчитал частью его русского мира. Кому не повезло быть объектом спасения и освобождения в исполнении путинской армии? Случайные, в общем-то, люди. И теперь мы даже не знаем, где эти жертвы русского мира находятся и что с ними происходит. Тут может показаться, что война и оккупация территории всегда сопровождаются чем-то таким, но нет. По международным законам мирные жители имеют право на свободное перемещение. Их нельзя ни удерживать, ни перемещать куда-то без добровольного согласия. И уж тем более захватчики не имеют права фильтровать мирных жителей на хороших и плохих, на подходящих и неподходящих. Но Путина не заботят нормы международного права. Они ему кажутся отговорками для слабаков. Он занят косплеем Великой Отечественной, хоть и путает роли по ходу пьесы. Тут интересно, что вся эта бурная деятельность по отсеиванию неугодных и недостойных жизни в русском мире, кажется, не имеет никакого результата. Журналист Константин Рыженко прожил почти полгода в захваченном Херсоне и рассказал, как ФСБ пыталось зачистить город от сопротивления и какие настроения там царят сейчас. Выходивших на демонстрации против оккупантов фотографировали, а потом устраивали на них облавы, вламывались в квартиры. Похоже, что активисты оказывались в тех же тюрьмах, что и провалившие фильтрацию. Путин хотел, чтобы в городе остались только его фанаты и те, кто готов сотрудничать за деньги. Коллаборационисты нашлись и жители на митинги ходить перестали. Зато начали наводить диверсантов на автомобили новоявленных путинских чиновников. Кириенко вместе с ФСБ срочно готовит референдум о присоединении Херсона к России, да никак, правда, не подготовит. И заявляет, что по опросам решение населения будет однозначным в пользу вступления в Россию. Это имеется в виду, значит, однозначность такая. В это время Константин Рыженко описывает реальную социологию в городе. Звучит это так. Так, сопротивление всеобъемлющее. Могут взорвать, взорвут. Могут отравить, отравят. Могут рассказать, где находятся военные, расскажут. Если не могут сделать ничего из вышеперечисленного, то просто плюнут в стакан с водой. Что делают путинские силовики, когда по основному фронту работ нет успехов? Воруют, конечно. По свидетельствам из Херсона вывозят все, что можно продать от техники до спирта. Вот это, конечно, по-путински. Это то, что путинская система умеет делать хорошо. Тут никому подражать не надо. Одновременно с этим появляется все больше свидетельств, что мирные жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не единственные, кто становится узниками путинской армии. Российские солдаты, которые не желают больше воевать в Украине, а их немало, попадают в лагеря для отказников. Об отказниках было известно с самого начала войны. Но за последний месяц мы узнали очень много деталей. И теперь понимаем, что ждет солдата, который понял, куда попал и больше не хочет быть частью путинской исторической реконструкции. Нас, как пушечное мясо, в бой отправляют. Без всякой поддержки. Ни танков, ни авиации. А артиллерия наша по нашим же позициям бьет. Ты не представляешь, сколько я раненых тащил под разрывы минометов и АГС. Никакой эвакуации раненых. Это вот говорил один из таких отказников в разговоре с отцом. Солдаты не хотят воевать по разным причинам. Кто-то видит беспредел российских войск на территории Украины. Кто-то быстро понял, что они оккупанты, они освободители. Что их никто цветами не встречает. Но в основном люди просто увидели количество потерь. Безалаберность руководства, отсутствие снабжения и поняли. Родине на них все равно. Они реально пушечное мясо для командования. Все, что важно командованию, отчитаться о лишнем захваченном километре Украины. Стоит сказать, что солдат на фронте не меняют месяцами. Хотя в любом учебнике по военному делу написано, что ротация должна проходить каждые две недели. А через 45 дней непрерывных боев военнослужащие просто сходят с ума. Что делать с людьми? Отсутствие ротации в течение месяцев об этом напишут уже в будущих учебниках по прикладной военной психиатрии на опыте российской армии. У отказников не принимают рапорты об увольнении. На них давят командиры. Если это не помогает, солдат отправляют в специальные лагеря в ЛДНР и Брянской области. Там их держат, как в тюрьмах под охраной наемников СЧВК «Вагнер». Их прячут от родных и журналистов, перебрасывая из одной такой тюрьмы в другую. Их избивают, пытаются заставить вернуться на фронт или подписать новый контракт. На этот раз с Вагнером. Кто-то соглашается, а кому-то удается выбраться и вернуться домой. Мы не знаем точное количество таких солдат. Движение солдатских матерей сообщает о сотнях отказников. Но сам факт существования специальных лагерей говорит о том, что их очень много таких отказников. Иначе зачем бы лагеря создавать? Похоже, точные цифры мы узнаем только тогда, когда спадет туман войны. Это только в выступлениях и наградных речах солдаты для Путина герои. На открытом уроке истории он рассказывает про долг наших воинов. И про то, что им нужна всяческая поддержка. Но это пока не соглашаются оккупировать независимую страну и умирать за путинскую игру в собиратели земель. А если отказываются, им уже не поддержка полагается, а тюрьма. Путин не соглашается понимать реальность, в которой он оказался на Украине. Он упорно пытается подстроить ее под тот мир, который нарисовал себе сам. Мир из красных папочек и контурных карт 20 века, которые складываются то ли в поход Красной Армии, то ли в марш Вермахта. Путин уже и сам, кажется, запутался. Хотя мы-то видим со стороны, на что все это больше похоже. Вот уже дошло до опыта добровольческой дивизии Оскара Дерлевангера, в которую набирали уголовников из немецких тюрем. Преступления путинского режима ужасают, просто не укладываются в голове. Это все не постмодернистский фильм Тарантино со смешным пародийным Гитлером, а реальная жизнь, в которой гибнут и страдают настоящие живые люди. У каждого из них есть имя, фамилия, родные, близкие и своя история. Ни в коем случае нельзя недооценивать масштаб происходящей сейчас гуманитарной катастрофы. И при этом нельзя переоценивать ту силу, которая все эти преступления совершила. Наш великий диктатор в самой сути своей всего лишь имитатор. Он не умеет убеждать массы, он способен лишь создавать иллюзию своей поддержки. Он совершенно не умеет воевать и не собирался воевать по-настоящему. В планах на 24 февраля была большая военно-историческая реконструкция. Косплеер-неудачник не особо преуспел в роли Иосифа Сталина. У него то и дело получается пародия на обладателя менее пышных усов. Да, эта ходячая пародия способна убивать и калечить людей, разрушать города. Она способна запятнать позором страну на годы вперед. Но с ней не придется воевать 6 долгих лет. Все решится гораздо быстрее. Человек может убить кусок фанеры или даже картона. Например, его может придавить насмерть сделанные наспех декорации. Но не следует забывать, фанерка есть фанерка, а картонка это только картонка. На большой вес они не рассчитаны. Убить может, но долго не простоит. Придет время и из страны декорации к бесконечному сериалу про Вторую мировую мы на фундаменте законности и человечности отстроим настоящее государство. Однако, повторюсь, да, путинский режим имитационный и настолько бездарный, что сам запутался, кому именно он хочет подражать, Гитлеру или Сталину. Но преступления, разрушения, убийства, увечья – это все не понарошку. Они реальны. Не существует способа создать Россию настоящую, достойную нашей гордости, не дав четкую оценку всем этим событиям. Оценка должна быть как общественная, так и строго юридическая. К сожалению, ситуация дошла до такой стадии, что наша родина должна начаться с суда над военными преступниками. И это случится. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok